Девушки отдыхают... Это я для вас принес показать сегодня. Разрешил парить? Только сейчас сели парить. Все время несутся, всю зиму несутся. Ох и плодливые твари! Какие на ногах? Всего двоечка. У меня небольшие они такие, потому что летать надо. Сейчас пойду выпускать на улицу. Ой, какие голуби! Ну-ка держи! Не бойся, не бойся! Ой, какие голуби! Ой, какие какие! Ой, какая крылышка! Не бойся! Она птичка, Маша, крылышки! Не бойся! Ты гладила в том году! Птички близко, посмотри, как интересные! Она не боится! Они никогда не клюват! А пойдем Анту посмотрим другую! Вон она не клятся! Ой, какая девочка! А у вас кошки есть дома? А? Не утром! А я Лену спрашиваю! Кошки дома есть? Лена, кошки есть дома? Она не спала с шесть утра! Лена тебя спрашивает! А кошки у вас все спали есть! А, ну и понятно, что она такая! Ну давай, пошли ее опускать будут на улицу! Она не спала с шесть утра! Она просится, просится спать! Ну, уложи ее, пускай спит сколько хочешь! Учебник приги! Все где получится! Доставайте учебники! Ты, главное, песнопение достала! Убей у вас песнопение! Отдайте учебник! Все перепутали в доме обломки! Молодец! И уберите это тоже песнопение! Брат, книга! А то сейчас активность будет возмущаться! Место! Место! Брат, место! Вот так! Молодец! Так! Смиренный! Вот так! Молодец! Не! Хорошо, хорошо! Дайте ему сайда! Дайте ему сайду! Опа такой! Я не ем сайду! Дайте другого! Дайте! Ураган! 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 Занятие начало! Ураган-ураган! В принципе! В принципе рядом! Хорошо, что не места! Кто помнит на чём? 15 стиха. 15 глава. 1 стиха. Ну что, начнём? Таких учителей на нас. В имя Царя Сына и Скородуха. Аминь. Время пошло. Послание к римлянам святого апостола Павла, 15 глава, 1 стих. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Таскование. После молитвы опять предлагает помещание и услаждает совершенных тем, что поставляет их на виду с собой и называет сильными. Не сказал же просто немощи, но немощи бессильных. То есть, выключив выражение, чтобы привлечь их к большему милосердию. Сказав об обязанности нашей сносить немощи других, научает, как исполнять её. Для этого, говорит, нужно, чтобы мы искали не своей только пользы. Послание к римлянам, 15 глава, 1 стих. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Толкование. После молитвы опять предлагает увещание и услаждает совершенных тем, что поставляет их на виду с собой и называет сильными. Не сказал же просто немощи, но немощи бессильных, то есть, усугубив выражение, чтобы привлечь их к большему милосердию. Сказав об обязанности нашей сносить немощи других, научает, как исполнять её. Для этого, говорит, нужно, чтобы мы искали не своей только пользы. О каких немощах бессильных говорит апостол? О каких немощах? О каких немощах говорит апостол? Ну да. Ну опять же... О толковании. О чем мы до этого говорим? О толковании не говорится. Башен, на себя вставок тоже не говорится? Нам же говорится о немощи, о пище немощи ест. Да, да, немощные ест овощи. То есть, из предыдущей главы к свинью. Это же положение, Египет. Да. Но пище это пища. Во-первых, допустим, мы встретили слово. Сильные или не сильные? Мы сильные, а как определить? Это они говорили, что мы сильные. А как нам определить, сильные мы или не сильные? Для того, чтобы нести немощи другого. Надо же понять, что ты сильный. А там слово нести или сносить? Ну а что изменилось? Что по этому? Правильный вопрос задал. Что именно? Сносить написано. Четкая граница есть или нет? То есть терпеть. Да. Ну вот ко мне пришли в отбор, пришли сюда. Светили и в голову. Я им начинаю говорить по Библии. В синодальном периоде. Они говорят, так это неправильно. Там ошибки вкрались. Там православные все испортили. И дают какую-то книжку, которую называют Новый Семерный Перевод. Там ничего нету. Ну тогда примите нас как немощных. Я должен принять с этим. Слово Троица нигде нету. Видите как? Мы сильно сносим, а вы без Троицы не можете трясетесь. Так мы должны их принимать или нет на этом учении? Нет, конечно. Они ни в какое ни слово Троица не переносят. Душа у человека нет. Души нету, ада нету. Но это как бы даже сносить это или все-таки к этому не относятся? Нет. Не относятся. Это вообще к другому относится. Здесь только, я думаю, говорится только о пище. О роде еды. О роде еды. Если бы он ест овощи, ну немощный. Значит нужно сносить. И главное не себе угождать. Не осуждать. Вот мы сейчас поедем. Мы приезжаем на территорию Ватикана. Это реально. Как раз это Петров пост будет. Ну и допустим, папа Франциск Первый нас принимает. Там у него... Мы только зайдем, дадим визитку. Мы еще со двора не выйдем, они уже будут знать все про нас. У них это работает на высочайшем уровне. Ей скажут, верните назад их, верните. Мы подошли, благословите, благословились. Начинаем с ними беседовать. Он говорит, ну как вот вы так это можете... Посты какие-то... У них этого нет, у поста. Принимаете. Я должен согласиться с ними, скажут, ты настоящий верующий, меня уважаешь. На, вот поешь свинину там или... Даже не свинину там. Но опять свинину. В пазанах какого-нибудь, тряпчика. О, вот. И что? Ну? А вот которые, Евстапия, другие у них умерли, янта, жития. Только за то, что они не стали есть. У католиков были. Как раз у католиков там Литва была. И они не стали есть. Их обнаружили поэтому. Они были, видать, какой-то должность занимали там. Но дальше отрежься, не отреклись, их казнили. Убиенное именно ими. Ими убиенное. Ну я должен как поступить конкретно? Подражать этим Яну Евстапию? Или сказать, да это ничего не значит. Ну я в людях нахожусь, чтобы не соблазнить, я поем. Вон Николай спрашивает. Пожалуйста, Николай. Спасибо. Там же сказано слово не нести, а сносить. Мне кажется, сносить значит терпеть. Ну, как бы, ну... Не то, что делать, как они делают. То есть нести. Вот он несет там мешок со свининой там. Или у школы о свинине разговор. И ты бери, и неси. Нет. Просто, ну он несет. Ну и пусть он несет этот мешок. Со своими убеждениями. Но ты свое сказал, как ты считаешь себя правым. Поскольку, ну, мы сильные, значит мы правы. Сильный всегда прав. Да как ты несешь мешок с свининой? Ты же сильный. Нет. Если он несет. Мы сносим немощи слабых. Сносим. Мы их терпим. С их немощами, там, с их свининой, с их там папском, там, совсем на свете. Подожди, со свининой, наоборот, кто ест свинину, тот сильный. Да почему? Как-то почему? Ну, если есть свинью, это немощь. Нет. Немощь это их овощи. Подожди, ну, пусть, пусть. Неправильно. А Николай мысль подал правильный. Вот тогда и пикосы такие у них были. И тогда императоры говорили. Давайте так. Не будем говорить от отца и сына исходящего. Вообще не будем говорить, чтобы как-то примирить. Чтобы государство единое было. И они сказали, на эту тему не будем разговаривать. Иконы почитать, не почитать. Ну, давайте просто повесаем их выше. Иконы есть, есть. Ну, не ходите в лбами-то, не стучите по ним. Так вот, если бы мы на это согласились. Но это-то первый шаг. Дальше. Мы в одной комнате живем. Ну, в одной общине. Ну, а у нас ребятишки вместе пришли в лагерь. Но я им-то буду свое навязывать. Мое понимание будет и в них насаждаться. У меня посты соблюдаются. Я немощь для них. А родители привезли. Ну, мы же одинаково все понимаем. А троицы все одинаково. Детей отдали. А вы говорите, есть нельзя. Мы должны сносить их. У меня в лагере даже одни есть, а другие не есть. Ну, начальник-то я, я музыку задаю. Но со взрослыми когда вместе, и мы находимся где-то, про что Николай сказал. Я смотрю, он ест, ест, я не должен соблазнять с этим. Я должен сносить. Ну, он говорит, пост нарушает. Ну, это его дело. Он может быть неправославный. Я бываю среди баптистов, и баптисты в наш пост едят. Ну, молостно. Я не соблазняюсь. Но я их спрашиваю, что если брат соблазняется, а я соблазняюсь. Павел говорит, не буду есть мясо. Вы можете себя подвергнуть такому? Чтобы адвентисты во мне не соблазнялись, я мясо свинина никогда, брат, не возьму. Ну, если только убьют, мертвым и затолкают. Ни кофе, ни какава, ни чай. Ты можешь это не есть? Он не мог бы, да кто из нас сильный тогда? Понимаешь, сколько нюансов здесь сразу разыгрывается. И все это по любви. Ты будешь смотреть глазами? Да, пожалуйста. Спасибо, Христос. Я хотел вот что сказать. Раз у нас ничего не получается в этом деле привести к нашему знаменателю. То есть мы как обычно привыкли. Вот мы раз говорим, говорим о чем-то. А теперь на сегодняшний день. Мы раз на сегодняшний день. И все там уже удивляются, смотрят. О, как это так получается? А здесь мы с этой свиньей, пятаками, зарюхались уже в эти труфеля. У нас ничего не получается. Игнатий Тихонович свое говорит. У меня мысли другие. Брат очень хорошо про свинину добавляет. Вообще отлично. А мы все свои поросящие. Да. Этот брат сидит, старший у нас ведущий, тоже молчит, потому что рядом Игнатий Тихонович его подпирает. Ну, то есть, короче говоря, давайте мы тогда остановимся на этих евреях. Это же к евреям все относится-то. Ну, евреи, к евреям. Это свинина там и так далее. Это к римлянам. Вы понимаете, что? Да к нам свиних евреев есть. А вообще это... И сейчас язычников нет. Ну, давайте согласимся. Где есть язычники, это... Вот хороший пример, отлично. Игнатий Тихонович приводит про бывшего нашего брата когда-то, который ушел из общины. Он за яблоком этим бегал у кришнаитов на карачках. Яблоко было освящено ихним идорским приношением. Это... Вот это точно подходит к нашему делу. Но зачем мы начинаем придумывать мусульман, адвентистов, которые будут нас пытать на этом приборе... Едим мы эту свинину или не едим? Ну, это за уши до пятачка притянуто все. Но это никак к нам к этому вопросу не относится. Давайте говорить тогда конкретные примеры. Если не можно на сегодняшний день, давайте говорить по тому времени. Но только не придумывать ничего. Не надо вот... А то нам уже братья, получается, мусульмане. Сейчас будем обниматься с ними. Ну, эти уже свиноеды, потому что они в свинину едят. То, что там поднимали за четыре полотна уже, это никто не... На это уже не смотрит 10 глава деяния. Это уже все. А мы вот немощные, а вы сильные. И вы свиноеды. Ну, тогда если вы немощные, а мы сильные, тогда же вы должны кроткие быть. Ну, оставайтесь вы кроткими, а вы свиноеды. Мы-то вас никак не обзываем. Вы молодцы. Вы адвентистам скажете. Вы мусульманам скажете. Когда скажете, мы на вас посмотрим. А пока что мы ничего не видим. Я думаю, давайте останемся при своих интересах. Говорить про христиан. Ставочку сдать. Мы говорим сегодня о них. С прицелом то, что из них кто-то будет у нас член нашей общины и братья. Тут маленько пошире. И не надо, что это невозможно. Это возможно сегодня к вечеру уже быть. На подходе у меня два мусульманина. Они могут стать христианами. И он говорит, я все принял. Но одно, вы будете принуждать мне есть свинину или нет? Я говорю, да у нас ее совсем нет. Ну, а если я не ем, и мои родные, ну, у меня-то остается это. И мы будем говорить об этом, что есть нельзя. Я говорю, вы делайте поправку, что у вас сохранилась старая закваска. По ней у христиан разрешается. Но я это делаю из-за воздержания. Любой вопрос рассматривается с намерением. Вот были такие люди, говорили, что если женаты, не спастись. Женатому не спастись. И церковь приняла канон. Придала анафему. Это бесовское учение. Но если он монах и принимает это ради воздержания, то это похвально. Понимаете? И нельзя, и можно. Надо смотреть, какая причина к этому. Вопрос закрытый. Все зависит лично от меня. Как я к этому отношусь. Ради чего я делаю? Ради приобретения ближнего, чтобы не соблазнить. Тогда это в похвалу. Я не считаю за грех. Все, с меня вина снята. Ешьте что угодно. Змею варите в кружки. Шкуру сдирайте. Саранчу жуйте. Христианину можно. Все позволительно. Хотя бывает кое-что и вредно. Но здесь мы говорим о том, что у нас эти люди могут завтра быть здесь. Вот у меня обращается адвентист. Тебе что говорит? Адвентист. Вот она сидит, адвентист. Вот она пришла от адвентиста. Она приучена не ест свинину. И она стала членом лавшей общины. Это никакие не выдумки, брат. Брат, по свинину говорим. Вот она как раз из таких. Это не выдумка. Вот сидит ее, пришла дочь от ее тоже. Она еще не была у них там членом, но уже тоже она пропиталась этой. Ну что, не надо есть. И она к нам пришла. Вот она сейчас, она не ест. И она не будет есть. Но учить ей здесь, что нельзя и грех, этого мы не позволим никогда. Потому что мы христиане, у нас другие правила. Она может не есть. Я сношу, ну как же, сноси, не сноси, кто сильный. Но учить противоположное тому, что установлено, нельзя разрешать. Нельзя. Вот мусульманин придет и у нас будет говорить, а знаете, вот у нас целомудрие такое, у нас на тысячу девушек ни одной нет порочной. У вас на тысячу, может быть, десять только девушки, а остальные, они уже не девушки. Я говорю, ты можешь это у нас установить, такое в России? Да ему рычаги эти надо. Ее надо принародного убить. Мы этого не можем. А других рычагов, говорит, нету. Я тоже знаю, что нету. И поэтому гибнет все. Поэтому люди, которые за нравственность руками держатся, депутаты, они мусульман примут в один день. Такие, как я. Но я буду знать, что мне они первым отрежут голову. Я за нравственность. Но только во Христе. Что принял Христа, и во Христе теперь он это всем жертвует. Никуда не идет. Можно еще? Да. Я хочу сказать, Енатимович, конечно, опять же, к тому же возвращаемся, вы опять свое. Два человека там, мусульманина, могут быть, ничего не может быть. Это называется у вас эйфория. Интернетовская эйфория просто. Вы там сидите, экраном перекрыты, пишете, они вам в любезности отвечают. На этой волне, вон, у нас брата прелюбодеем назвали. Ну, просто там хорошие слова сказал, а такое развернули уже. И тут то же самое. Сколько вы уже переписываетесь из Баку с мусульманкой? Ну, она, как говорится, воссыны не там. И будет он там. И ничего тут такого нету, что вы там слабый проповедник. Ну, просто они мусульмане. Они будут вырезаны евреями. Ну, и теми, кто будет с ними вместе. Вы же знаете об этом. Потому что они не примут до конца, не примут антихриста. Они его не примут, антихриста. У них их вера до конца останется. Они твердые, они непоколебимые. Но в Аллахе, но в Коране. И я их тоже хорошо знаю, этих мусульман. Вам их не победить, как людей не отставить пить кофе. Это вкус. Только там уже с антидуховной стороны. Им это нравится. Они будут туда приезжать за границу от своих родины. Там, видать, уже этих демонов нету, их джинов. Они тут едят. У них тут жены русские. Все. Туда бреются, туда приезжают. У них борода, у них их жены, дети. Они любят мусульмане. Коран ходят. У них есть мула и все остальное прочее. Коллаборационисты. Перевертыши. Вам их никогда не победить, никогда не накрыть. Евангельской волной. Не накрыть. Они будут все время изворачиваться. Не допускаешь даже, что один человек обратится. Ну, один. Есть обращенный, мы же читали об этом, который в Индии обратился. Владимир Занимов говорит, что вчера крестили 12 мусульман. Ну, и опять же, это где? Ну, у них там, это протестанты. Здесь, в России, ну, Казань там и так далее. Ну, они какие там? Нет, таджики, таджики. Таджиков крестили? Узбеки. Узбеков 12 человек крестили? Никтор Андреевич. Не верю. Давай, Никтор Андреевич. Брат Игорь, ну, слишком категоричен. Я бы не стал категорично говорить в отношении Игната Тихоновича, что он не может обратить и одного мусульманина. Мы знаем другие примеры и многочисленные примеры. Вот он только что привел, вот из адвентистов. Ты проговорил, что про адвентистов, то тоже, что ничего не будет. Вот адвентист из адвентистов, сестра, среди нас. Про Сава там и говорили, брат, я тебя не перевел. Так, разреши еще, Игорь. Игорь, сейчас. Да. Поправь, Игорь. Аликена Пантелеевна, зайди сюда. Сюда, подойди. Давай. Я хочу показать на деле, как без паники, без... Ко мне подойдет сюда, поближе. Так, ты родилась в какой семье? Баптистская семья родилась. Мне говорили, сколько ты к баптистам не ходи, никогда ты ничего не будет там, никогда не будет. Вот образец. Муж у нее баптист, ее мать баптистская, все баптисты. А она пришла сколько лет назад это было? Это было 40 лет назад. Так, теперь ее дочь старшая, матушка за священником. Ну это все уже отростки идут такая. Тараза, Диакона там. Не будем там говорить, что и как наши отношения. Дело в том, что это реально. Они, это люди. Вот она пришла. Как она пришла? Мне тогда говорили точно те же самые слова. Вам никогда их не переубедить. Вы что говорите, это бесполезно. Баптисты, они упыртые, они до конца стоят. Ну вот, она же не одна. Валентина Павловна, которая, откуда она пришла? Мама ее, но она пришла, она теперь умерла. Она умерла в православной вере. И ее родители, ну от мужа, оба были у баптистов. Они тоже оба пришли, умерли в православной вере. Московской патриархии. Они прищастились. Ну а если так поставить колосину, все, никогда не обратить. Это когда, выходит, ты ни разу не трудился, ты не видал, через тебя не приходили, и по себе мерить так нельзя. Ну если я говорю свой опыт, ты даешь свой, ну давай найдем, кажется, среднее где-то. Приходят, но очень редко. Да так. Это не сто человек. Мне говорят, ну ладно, эти родились неизвестно как. Возьми отца Геннадия. Менонит, немец, другая национальность, другое образование. Ну что ты говоришь, бесполезно. Магистр богословия, православие, Московской патриархии. Кому он неизвестен. А когда я начинал с ним работать, мне говорили, да что ты возишься с ними? Вот эти особенно твердые верят, ИПХ называют, естественно, православные христиане. Они подпорщики. Они и паспорта не получают. Ничего у них нет. И мне говорили, из них ни один не пришел. Я один. Одна из них, вот она к ней ездит всегда в рубцовку, Валентина Маркетановна, Валентина Дмитриевна. Эта группа. У меня пришло от них сразу 32 человека. Я показываю не два, а 32. Получили паспорта, дети пошли в школу. Мне говорили, это было настолько неожиданно, Игорь, это не для тебя только. Ко мне приехала КГБ и говорит, у нас нигде такого не было. Они меня решили сразу забросить в тайгу, там где живут старобрядцы. Может быть у них хорошее намерение было, но я по подозрительности не согласился. Мы сделаем так, забросим, что вы придете к ним, как будто бы геолог какой-то, и начать с ними работать. Чтобы это были полноценные граждане Советского Союза. Но я-то не за это трудился, а для того, чтобы они были в церкви, у них таинства нет. И просто так положить крест, ну ведь не на двух это человеках-то. А никто из них не придет. Ну хорошо, никто не придет. Да эти беспопорцы у нас тут рядом у Рыбка, ни один не пришел. Но я пришел, Брат мой пришел, стал священником. Мама моя пришла к священству. Я конкретно показываю плоды, когда я пришел с одной Библией. Перед Библией ничто не устоит. А если так сказать, что никто, ну так вообще-то да что, я сам для себя выходит? Никак нельзя. Даже один из двух миллиардов приходит, и ради него я должен уже жертвовать многим, пойти. И сказать, я работаю в интернете, и там я, эйфория у меня какая-то, эйфория, а приезжал Кальмаев, Миша, ты видел, как он трудится? Ты видел, какие люди приходят, которые пришли через интернет. А этот, который у них руководителем 11 лет был, теперь принял крещение, я не знаю, священником нет. А Василий, сотрудник АГБ, да ты что, ты в умею или нет? Он обратился сейчас в священник, отец Василий. Я конкретно на практике жизни, если я говорю, что я никогда не знал, что они обратятся, но были у них-то, вы видели, какие-то люди-то. Это не просто проходной двор, где-то настоящие христиане. Конечно, православные, я никуда не приводил больше, потому что я уверен, что здесь спасение есть. И поэтому, ну, Михаил Андреевич, тебе понятно, что я говорю? Я понял, я просто хочу продолжить, если можно. Вопрос, вот в толковании здесь, мне думается, главное, ключевое слово все-таки, если мы ищем не своей, только пользы. Когда мы говорим, что вот, да зачем это нам нужно, вот мы и будем туда-сюда, вот из этих мусульман, никто не обратится, что мы будем, то это сало говорить. Но апостол Павел-то, он все-таки апостол для нас, или не апостол? Он говорит, если я соблазняю брата моего, я вовек не буду есть мясо. Но не брат мусульманин, никакой он не брат. Да по Адаму, все мы братья. Не надо придумывать ничего. Не брат, ну и что, не брат, он будущий брат, можно допустить это? Вполне можно допустить, что он будущий брат. Зачем тогда вообще о свинине заговорили? Тогда вообще никогда не есть свинину, все запретить, потому что мусульмане не везде. Брат, если я не только своей пользы ищу, тогда я просто об этом говорить даже не буду, а просто не буду есть и все. Ну, короче, у нас идет занятие, нужно так, как говорили мусульмане, сестра, одень хиджаб, не почему-нибудь, а Аллах сказал, одень хиджаб. Итак, давайте сядем и будем говорить, не ешьте свинину, не ешьте свинину, не ешьте свинину. Все так получается, что ли? Вопрос сестры остался неотвеченным. Смотри, он сказал правильно, вот это я толмел здесь, на этих столах больше она не появляется. Но я каждый раз добавляю, это не грех, я православный. Былок всегда здесь, и колбасушку не доносили, потому что до нас кровью. Ну, я добился этого, а сколько время, ушло 15 лет. Ну, мы добились, потому что вы здесь. Что у нас кровью-то? Что вы придумаете, это тоже на ходу? Игорь, да что, Игорь, я говорю, что с кровью, ты говоришь не с кровью. Я говорю, работал там, я знаю, что такое с кровью, что с кровью. Да тогда все с кровью. На мясокомбинате, видел, как готовит? Видел, я там работал, на мясокомбинате. Там убивают током, кровь вообще не выпускают, кровь остается вместе. Я много лет по работе из лаборатории ездила на мясокомбинат. Током убивают и тут же кровь выпускают. Это неправда, что кровь не выпускается. Они только глушат током. И тут же подвешивают, и все, сразу кровь там льется. Из крови там свои препараты делают. Там всю кровь выпускают. А Елена Павловна, что такое кошерная пища? Кошерная пища? Без крови. И вот моя сестра Баля, она жила в Курсе. И вот она готовит как кровь в пищу. Я не закончил. Готовит как пищу. Или там гусей. У них мусульманки подходят, берут рядом русские, они ни у кого не берут. Почему? Она приготовлена неправильно. Ну может неправильно приготовить, но кровь там выпускается. Правильно приготовить, знает как евреи, мусульмане, чтобы кровь вся вытекла. Они так, что оглушили, остатки крови там покапали с нее. Она считается с кровью. Там не капает, так хорошо. Я говорю, как у них есть. У нас относительно крови, четкое правило, не есть с кровью. Гематогены эти не пить. А у нас пьют. Кто? У нас не пьют. Да нет. Я говорю, русские, православные, они этого не понимают. Они берут, я говорю, это же гематоген. Ну и что? Ну состав-то его, посмотри состав-то, крови сколько там. Там кровь. Бычья кровь. Когда вначале останавливается сердце, то вся кровь не вытечет даже под тяжестью. А когда ты ее режешь, тогда она вытекает еще от того, что насос этот работает, пока не остановится. Вот это в этом отличие кошерной пищи от некошерной пищи. Естественно, до одного эритроцита из мяса ты не выпустишь всю кровь. Это понятно. Но это оглушенные животные, они еще живые. Они стрыгаются, когда режут. И сердце еще... Тут, да, конечно, все. Бьется, бьется. Нет, тут не надо. Ну вот вам уже человек говорит, который там работает. Она говорит, она говорит, она не видела. Так а вы вообще ничего не видели, так просто прочитали. Я не видел. Наши тихора у нас не держали скотину. У нас всегда была скотина и кололи каждый год. И кровь выпускали. И кровь выпускали. Ну и все. Вот только вы один умеете выпускать кровь. Там люди все только и думают, как оставить каплю крови. Так и не надо. А капля-то она остается. Убивают током. Да не убивают током, а глушают. Еще раз вам сказали. Не об этом, Руслан. Не будем говорить. Не будем. Это не об этом. Она и не умрет от тока. Она не умрет от тока. Это надо столько тока. Я смотрел, слушай, в интернете, там, кажется, готовят кошерную пищу. Так они ее даже до следствия вообще не убивают, подвешивают. И как стекает кровь, и проверяют. И говорят, а можно есть кошерную пищу? Да ее только и надо есть. По христианскому, если хотим, и 15 главу Дианя Апостола. Вопрос к сестре остался неотвеченным. Вопрос о том, кто же есть сильные? Да. А что, вопрос был? Да, да, да. Все это в разогрели. Кто может снести немощи? Ну и говорите. А кто сильный? Рассказывайте. Я не знаю. Вы тоже, как брат Николай, сильные это те, кто не едят свинину? Нет, я считаю, что сильный это дух. Даже не имеется в виду, что ест он свинину или не ест. Нет, я не за это, брат. Но я понял, что ты. А человек духовный, который исполняет закон Божий, который живет по-христиански. Ну, вот на этом. Апостол же Павел говорит, мы сильные. А он почему считает себя сильным? Потому что он сказал, если я соблазняю брата, то я и водит не буду есть. Это речь-то, в конце концов, идет, мы с самого начала договорились о том, что речь-то идет о пище. Нет, ну это мы так договорились. Сильно самым делим. А если ты не ради себя, не ради этого свинящего куска, у тебя вопрос не возникает. Я говорю, что говорить, у меня знаний таких не было. Но в первый же день, когда я услышал, что некоторые не едят, у меня прямо было, он может меня не слушать. Все навсегда трезно. Вот это не хватает решимости. Кого бы я защищал? У меня живой человек. Если бы я ел, она бы меня слушать и стала. Все, оправдалось. За нее Христос умер, а я ради свинины какую-то буду глотку драть. Что вы думаете-то? Можно? Ну и вратите, все получаются. Ну а тогда где они? Не хочу играть в ворота, за играть их, за команду. Я не хочу. Но мне кажется, что местописание такое имеет смысл. Вот из того, что мы прочитали толкование, просто коротко сказать. Мы сильные. Тут говорили, сильные это те, кто не ест свинину. Сильные, которые ест, начали спорить. Да, сильные это те, которые считают, что свинину есть можно. Можно. Это сильные. Можно и ест, это разные вещи. Они считают, что можно ее есть, хоть червяка, хоть паука. Можно. Должны сносить немощи бессильных. Я прощу внимание на вопрос, что значит сносить немощи бессильных? Кто такие бессильные? Бессильные это те, кто считает, что нельзя ее есть. А как сносить немощи бессильных? А сносить так и надо, что если ты видишь, что он бессильный соблазняется, но ты и не ешь эту свинину. Вот и все. Что и требовалось доказать. Как нет? Вот мы читали в предыдущих стихах. Именно о свинине речь идет. О свинине, о свинине там речь идет. Там конкретно написано, что свиное мясо. Сильные это те, которые считают, что свинину есть можно. Но и доложерт. И если кто-то скажет, что свинина это грех, этот сильный скажет, что свинина не грех. Свинина не грех. Это вот говорит сильный. Но он это может говорить и понимать, что это не означает, что он ест. Он говорит одно, почему другие этого-то время, вы что так делаете? Одно дело, что он это говорит и понимает, но другое дело, что он этого просто не делает. Если человек, который восстанет и скажет, что свинина это грех, сильно скажет, это не грех, и будет с ним бороться. Как идеологическая борьба начнется у него. Сильный знает, что можно есть свинину, но он сносит немощи бессильных, он несет от этого бессильного. А нести что такое? Нести это тяжело, это пот течет. Сносить. Сносить. Сносить и нести это одно и то же, альтернативное. Вот он сносит, а в другом месте написано, носите немощный друг друга. Носите времена друг друга, а тут написано сносите. То есть в принципе это эквивалентное слово. То есть вот чтобы нести, нужно потеть. А как в нашем смысле потеть по свинине? Ну просто ее не есть. Вот и все, вот это и есть сносить немощь бессильного. А получается, если я сильно считаю, что можно есть, а он бессильно считает, что ее есть нельзя. А я буду ее есть, тогда получается я не сношу его немощь, потому что он скажет, слушай, ты там опять это слово. Все, все, понятно. Игорь, последнее слово ему. Апостол Павел говорит, и таким образом ты соположняешь брата, за которого умер Христос. И в вашем сильном положении вы получаете, что вырываете от Христа того, который мог быть уверован. Тут за этим дальше смотрите. Не мог уверовать. За него Христос умер. Почему же ты делаешь на соблазни ему? А что я не ем соблазни никогда, они будут ни у тебя не ем. И не себе угождать. Вот в чем смысл. Не придумывают. И не себе угождать. Это за утром убьются. Я вот против придумывания. Нет, брат, это не придумывание. Тогда, брат, прочитай там, что это не простая свинина. Расскажи нам, что это за свинина. Обычная свинина. Ни чего подобного. Нет. Она идола, посвященная. Нет. Что нет? Тогда читай. Палку остановите. Послушайте, ну мы все простынины. Ну мы можно обвести. Тогда читай, брат. Это идолу посвященная. В идоложертвованном храме. Разговор можно прекратить так. Мы не едим, ты едешь. Продолжаем дальше. Все, это другой разговор. И давайте на этом прекратим. И никто никого не осуждает. Вот это другое разговор. Все. Но только мне путь открыт к миллиардам, вам не к одному. Идите, а мы за вами. И мы тут же прекратим есть свинину. Все. Как только в начале... А возможно, если не себя угождаете и желаете приобрести, у вас эти слова изо рта не вылетят. Я это делаю ради Павла, говорит, смиряю, порабощаю тело мое. Для чего? Чтобы самому не остаться неспасенным. Я для всех делался всем, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторые. А можно всю жизнь прожить и никого не приобрести. Твое смирение позволяет людям взглянуть на тебя, как на человека, последователя Христа, который уничижил себя. Да, действительно, он говорит, спасить немощи. Я люблю, эти витамины не попадают. А работа... у меня работа-то какая была? Я не просто прохлаждался. Тачки с бетоном на второй этаж каталки катать. Покатай день. А тут пост. А после поста я бы мясо набрался? Нет, не наберешься. А ради ближнего. А сколько там человек? Я уходил, там полбригады стало верующими. Вот и все. Не просто так. А если бы все подрабил, пол не соблюдал, а у меня становишься на молитву в тюрьме, он говорит, вчера семь человек на колени остановились. Преступник, которого ни в жизни не поставишь. Я с ними разговариваю, говорю, вы измените показания сначала. Тогда на молитве будете. Вы толгали? Идите, скажите как. Скажите хотя бы, что неправда. Если у тебя в это направление ни одного шага не сделано, как можно оспаривать? Я на опыте знаю, когда ты смиряешься во всем, чтобы приобрести, по крайней мере, не всех, но хотя бы некоторых, но одного-двух, Господь благословляет. А если я живу, кажется, рот корытом, так что вы меня спрашиваете? Я ни в чем себе не отказываю. Плоть моя, хозяйка, я ей поблажаю. Я смиряю и порабощаю тело мое. Тело не доедаю ради Христа. И она, душа, вот она пришла. Вот она сидит. Она старобряться бы никогда бы не пришла. Она пришла, посмотри какая. Ну, покажи. Она не слушать еще не хотела. Вот и все. Я показываю из адвентистов, из баптистов, ну из разных, из беспополцев. Покажи, что я ем все, никому не угождаю, и люди пришли. Кого покажешь, если ни одного нету? Я уже конкретно говорю. То есть я на опыте убедился, что смирять, порабощать тело свое, угождать не себе, это очень хорошо, во-первых, на душе легко, а во-вторых, ты не один. Ты все время будешь окружен друзьями, которые в тебе увидели образ Христов. Он уничижил себя до смерти крестной. Ну я хотя бы дал, чтобы не соблазнять. Человек, за которого умер Христос, по-моему, говорю. Должу это побудить тому, чтобы не себе угождать. А так получается, ну ты затеял, ты свинину. Да мне она не нужна. Я просто говорю, как понимать надо. Он ответил абсолютно правильно. Пошли дальше. Ну не до конца. Второй стих. Спасибо, не разрешите. Это на второй стихе я у нас с тобой. Второй стих. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Толкование. То есть, каждый делает то, что угодно ближнему. И служи брату только во благо. А дабы не сказали, кто из совершенных. Вот и я в лику брата во благо превосовокупил. К назиданию. Ибо хотя и благо то, что делаешь теперь, но так как это неблаговременно, то дело твое обращается в разорение. Ибо неблаговременное обличение не назидает. Я скажу, как я еще разъясни, брат. Комментирую. Не ломай, ты пишешь так. Бесыни. Я, честно говоря... Нет, хорошо, что честное поведи какое-нибудь, чтобы много мы говорили, а ты молчал. Ты чист. Кто хочет сказать по этому поводу? Это толкование прочитал уже? Прочитали. Ну и что? Да толкование прочитали уже. Что еще надо? Еще раз давай. Каждый из нас, римлянам 15 глава 2 стих. Давай теперь останавливаться, читай. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, запятая, к назиданию. Стоп, давай. Теперь толкование. Ага. Блаженного Феофиллафа. Еще раз. То есть каждый делает то, что угодно ближнему. Теперь давай говори. И служи брату только во благо. Начинай. Только вот именно по тем словам. Не придумывать. Ни мусульман, ни брать. Давай брату. Какому брату? Ни водами, ничего. Кто такой брат? Начинаем рассказывать. Только не придумывайте ничего. Я прошу вас. Без мусульман, без адвентистов, без бакистов и так далее. Хорошо. Давайте. Было написано римлянам на то время. Давайте в то время. Аминь. Мы разобрались с тем, что сильные, апостол Павел себя тоже к сильным относился, это те, которые, как правильно брат заметил, поняли наконец-то, что все, что Бог очистил, не почитай, не чистым. Но были люди, которые держались той закваски, которые считали, что раз Бог когда-то сказал, не ешь нечистого, не возьму мясо вовек, как говорится. Когда полотно опускалось в тот момент, и Господь говорит, я очистил, ешь. Он отвечал, я нечистого никогда не буду есть. И вот у них возняла расприя. Одни верили тому, что есть, а другие верили в том, что есть нельзя. Так и что, так и осталось, что ли? Так не осталось. Апостол Петр Богу так и поперечил, да? Нет. Три раза оно опускалось, три. Поднималось и опускалось, три. Хорошо. Апостол Павел, и он называет себя сильным, здесь который пишет сильным. И говорит, я сильный, я знаю, что есть можно, но. Нет, ничего здесь. Но. Здесь большая запятая и большое-большущее но, которое надо нам принять и сильным, и не сильным. Но, чтобы не соблазнить брата, который все-таки считает, что ест овощи, он немощный, который не поверил, что Бог очистил все. Но не поверил еще. Сносите ты его немощи. Как сносить, опять же, апостол Павел? Не буду есть мясо вовек. Я не буду. Я сильный, я не буду есть мясо вовек. Я хоть и знаю, что оно не вредное, но я не буду его есть вовек. В твои ворота хочу. Нет, давай, в мои, не знаю, там читать надо место писания. Можно. Ты, я думаю, что Игорь Овчок говорит. Нет, ну не до конца, почему Игорь Овчок говорит, что здесь идет о членах церкви. Что у нас в церкви, в православной, нет таких сейчас, которые бы соблазнялись. Вот любого хватай, подвешивай и говорит, ты соблазняешься. Он говорит, да я сам ем. То есть таких среди православных нет. Теперь почему, ответь, почему их нет? Потому что нету идоложертвов. Наконец-то. Ну и что теперь дальше делать? Потому что, капище. Вот ты очень хороший рассказ рассказал про то, что кто-то там из нашей общины... У кришнаитов был. Был у кришнаитов. Кто был? Когда? Не важно. Это давно. Видите, он был. Нет, это не Митя. Был человек православный, который побежал к кришнаитам, зная, что это идоложертвенное у них. И специально говорит, типа, я сильный, ну-ка дайте-ка мне, мне это ничего не будет. Чем это кончилось? Зачем ушел? Без снований ушел. Соблазнился ли кто? Конечно. Из православных. Из православных. Что? Снова побежал. Побежали ли православные теперь кришнаитам хватать и есть эти идоложертвенные? Я не в этом делаю. Или веру кто-то из-за этого потерял? Кроме того, который ел сам это идоложертвенное? По гордости, может быть, своей? Или что он хотел доказать? По силе. Можно? Дело здесь не в том, что кто-то потерял или не потерял. Он принес соблазн. Внес соблазн. Потому что это был идол. А он знал. Он знал. Христа, истинного Бога Спасителя. Туда можно было идти только с одной целью. Благовествовать о Христе. И все. Больше никакой цели не должно было быть. И то вот так просто пойти. Он же никому не сказал. Это была самость. И вот за это расплата. А он не был еще членом? Конечно нет. А, ну то есть, ну поэтому только такого соблазн. Почему нет, он же был крещен уже. А крещен-то он был, скорее всего. Ну как, если был крещен, то он был членом общины. Ну да. Переспросите. А что переспрашивать-то? Крещеный он был. Он был крещеный и был членом общины. Ну то вот так. Это вот чисто к этому относящиеся. Ну там мяса не было. Ну мы не про это говорим. Мы говорим, он был обожертвенного. Вот они ходят с просатом своим. И вот эти шарики предлагают. Это настоящее идоложертвенное. Тесто перемешанное, там яйца, там все-все, сладости добавлены. И они вот всем предлагают. И люди идут и едят все подряд. Это распространение идольских жертв. Называется. Идоложертвенное. Ну отдельно говорим. Не о том, что свинина была идоложертвенная. Вот почему. Хотел сказать, что одно дело идоложертвенное, другое дело просто свинина. Вы что-то об этом сказали сейчас. Это разные вещи. Там же не говорится, что это не о том, что свинина была идоложертвенная. Там говорится в одном месте об идоложертвенном, а в другом просто о свинине. Да, не надо путать. Не была свинина идоложертвенная. А могла быть и идоложертвенная. Так в капище, если я не принимаю. Освещенное. Там вся пища освещалась. И нам вообще свинину не ели. Она без разницы им была. Тоже разговор идет об евреях раз. И второй о язычниках, которые спокойно заходили и ели еще и свинину. Ты понимаешь, что там с евреями творилось в римской общине? Вы что, это первый раз поняли, что ли? Это и против язычников, которые были немощные. Говорили, вы что, братья, не ходите. Это же там идолище. А у нас там друзья. Мы пойдем туда и там их будем проповедовать. Пришли, сели и начали есть. Говорят, да как вы это же? Идолу посвященное, как вы едите? Да идол ничто. Мы просто вкушаем, чтобы им рассказать о Христе. Мысль-то вот какая была. И поэтому они выходили из капища и становились христианами. А те все равно были немощные. Во-первых, евреи. А во-вторых, братья крепкие язычники. Которые говорили, вы что? Вы чем занимаетесь? Не ходите вообще в капище. Если кто скажет, что это идоложертвенное, то что нужно делать, если скажет такому? А, ну вот если тут подсказываю. И если вот скажешь, что это идоложертвенное, тогда вот не надо есть ради этого, ради немощного брата. То есть я знаю, что вот этот индийский шарик, он дал мне этот, допустим, вот. Как шарик? Да, ну или что там они раздают? Да ты знаешь. Это пустота, это ничего. Можно было бы съесть. Но я-то знаю, что они это делают с намерением, какие-то там свои молитвы там. И кто-то посмотрит. Я знаю, что это все равно пустое. И пустые молитвы, ничего это не дает. Но я не буду есть, потому что они хотят меня повод найти, что... А вот он ел, вот видите, он же ел, еще меня заснимут на камеру. А они снимают? И будут показывать всем, что я ел. Да я ел не потому, что это идол или не идол. А я вообще не буду есть, и все. И не потому, что я боюсь, что это идол какой-то, и это мне повредит. Не повредит, повредит тем, кто будет смотреть, а мне это не повредит. Но я более того хочу сказать, что и мне может повредить. Вот в чем дело. То есть я не считаю себя настолько сильным, чтобы вот этот шарик съесть. Вот в чем дело. Я не считаю себя вот этим сильным. Написано сильный, сильный. А вот я себя не считаю сильным. Я бы не съел шарик. У меня был такой случай, когда вот меня сестра Ванисина Павловна Конева говорит, пойдем к иеговистам там, засвидетельствуем. Я так думаю, а что, Библию мы знаем, Игнатир, значит там стихи, все. Пойдем. Никому не сказали, чтобы помолились о нас, мы не постились. Пошли. И там вот, я говорю, как будто какой-то бес рядом был. И коснулся крылом вот этим своим бесовским, меня. Я аж похолодел, когда вот услышал его слова, такие богохульные на Библию. Я не ожидал такого. И у меня год было борения. Год. Я не отрекся ни от Святой Троицы, но вот это ощущение вот этого ужаса присутствовало всегда. Против Святой Троицы демон целый год меня мучил. Я читал Святых Отцов, Афанасия Великого там исповедовался. И я понял, надо же как опасно ходить неподготовленным к сектантам. Вот то же самое и с идолом. А чем? Это было давно, лет 15 назад. Итак, вывод какой? Вот теперь ты начинаешь более-менее нормально разбирать. То есть, христиане идут в капище, христиане, братья. Причем они никого не боятся. Братья тут их ходят, евреи ходят. Они не боятся, заходят в капище. Это что там такие за сильные были? Вот это мощные ребята. Прям там у них столы, они жертвы приносят идолам. Они прям к ним проходят. И, значит, садятся вместе с ними. Начинают вкушать. И все знают, что они христиане. Вот в чем дело. Но это соблазняло. И если теперь среди нас вот это будет такое, то прежде чем куда-то пойти, ты можешь идти. Но ты подумай, соблазнишь ты кого-то тем, что будешь там вкушать идоложертвенное. А идоложертвенное было и все. И мясо было там. Но в основном, видать, мясо. Потому что мы... Откуда берем мы мясо идоложертвенное? Все, о-о-о! Маковейская книга. Я-то думаю, откуда я беру-то это? Маковейская книга. Что приносили? Или Азару вкладывали в руку и вот так вот... А другой рук и даже не разжал, не бросил мясо свое. Сгорела рука. Это мясо свиное написано. И поэтому это... Кто такие были? Это были греки. Где это мы видим? В Риме. Римляне все переменяли у греков. Жертву приносили мясо свиное. Свиное мясо приносилось жертву. Поэтому это было идоложертвенное. Они все время его, видать, вкусно поджаривали. Не как у евреев. Это было такое, что можно было части приносить и потом съедать их. Это в храме Господнем. А здесь, видать, вообще, наверное, все мясо это съедали вкусно. Они же язычники. И теперь эти люди там сидят, христиане, им, видать, рассказывают о Христе. Но я так понимаю, зачем бы они тогда так ходили? Мясо, что ли, есть? А может, кто-то голодный был, зашел поесть. Вопрос. А те люди, которые ели из христиан в капище, жертву приносили язычники? Христиане, которые ели, такие сильные, они жертву приносили? Нет. Не, ну они-то не приносили. Не приносили. Из-за этого уже сразу был канон и отлучение от церкви. Тут тоже надо посмотреть, что. Вот Илья Зару, ты напомнил, нужно сказать, что они его уважали и сказали, надо принести в жертву, но свинину нельзя. Мы дадим тебе баранину, ну пусть думают только. Он говорит, и что молодежь подумает? Ну да, чтобы при всех же все равно. Под старость свернулся. Да, я действительно не согрешу. А соблазн-то? А как доказать соблазн не соблазн? Христос говорит, что этот человек может отойти вообще. Павел говорит, а за него Христос умер. Какую цену представляет? И ты изо рта своего погубил. Вот главное, это удерживающая причина. Ты соблазняешь, то есть отталкиваешь, того, за которого Христос пролил кровь. Это все на этом каде. Большего доказательства Павел не мог привести. А у нас о том, что за него умер Христос, я ему соблазн, никаких. Вот Банко Шпировский такой, кажется, Анатолий звать его. Вот он показывал. Священники сидели и глотали. Шумах наэлектризовал, они пили воду. Я пришел к Саваля. Она говорит, он говорит, все время это дело-то болеет. Так он уйдет, а я возьму святой воды туда налью, где Шумах-то заряжал-то. Я говорю, ну и как? Да-ка, сейчас-то говорят, что нехорошо было. Я говорю, что? Ну вот иду причащаться. Да как ты сейчас сидишь? Ты же пила это и сидела, рот раздянула, повторяла. Ну да. Ну тебе хоть какую-то эти пемью наложили или нет? Да никакой. Не меньше пяти лет отлучения от церкви. Такие же православные-то. А если ты его в дом только приглашил, Кашпировского, просто он не слушал ничего. Ну он ей захотел, ты его накормил. На два года отлучаешься. Баптистам это не правило. Мы православные. Мы должны знать наши правила. И они все направлены на то, чтобы мы были на уровне. Так скажем. Вот и все. Я говорю, ты сейчас не причащайся, а пойди священнику, вот это правило я ей выписал на бумажке. Вот смотри, правило Карпагенского собора. Ты отлучаешься от пяти до семи лет. Вот иди туда. Покажи священнику, будут они тебя причащать или нет? А он сказал, так это правило старинное, они были написаны в Карпагене, они для нас устарели. Беги от него, а то защумленный стоит поп. Ему ничего не надо. Ему лишь бы свечки покупали, как этот Невзоров говорит, покупали деньги, покупали деньги. Ему, может, ничего не надо. Иди найди такого, который тебя отлучит за это. Найди того, который взгреет тебя. Вот найди такого. Найди, говорит, такого наставника, строже которого нет во всей вселенной. Вот как Павкнутий говорит. Сегодня лже-православие, кривославие. Поэтому такое поношение на церковь Христову в православии. Одни мощи, мощи, мощи. Одна мертвичина, одно тление, один прах. Библии нигде нет. Даже вот этот Кочегаров говорит, прослушали. Ну нигде у него нету, чтобы он с Библией сравнивал. А где ориентир? Ну не такое. Патриархи делали там обращение. Какое тебе до него дело? Ты молись за него. Ну вот тут, Игнат Тихонович, тут, наверное, только, как сказать, это мое рассуждение. Только в одном смысле, что знал человек или не знал, что это явилось и доложертвенно. Если не знал, ему греха не будет. Там ни пять, ни сто лет его никто не отлучит. И я не знал. Вот и все. А апостол говорит, да я не знал, что он первосвященник. Так ли ты отвечаешь? Да я не знал, кто он такой. Он в такой же рубахе, штаны, в заблатах. Откуда я знаю, что это первосвященник? Все, это не вменяется. Тут другой вопрос. Вот меня он мучает очень давно. То есть, во-первых, за кого умер Христос? Ну то есть, за меня. Правильно? Но не тогда, когда мы еще были грешниками, но умер за того, кто пришел к нему. Прощайте грехи только тому, кто к нему обращается, ко Христу. Ведь так? Аминь. За мусульман он не умирал. У них там, они выдумали своего, там, барана или там, козла отпущения у них был и пошел. Допустим, к примеру, да. Здесь вот такое момент, понимаете. Вот человек. Я часто на работе беседую. Там есть у нас мужчина, у него там плохо в семье. С женой, с сыном. Он, вот пойду в церковь, поставлю свечку. Я говорю, ты знаешь, ну она тебе ничего не даст, во-первых, эта свечка. Потому что надо идти с верой. Самое главное, вера твоя. Ты можешь без свечки прийти, помолиться от души. И Бог, услышав твою молитву, поможет тебе, там, или жене, или сыну, смотря как. То есть, вот так я ему расторжаю. Он говорит, да понимаете, в чем дело. Я вот туда вот прихожу. Я не верю, что там церковь является носителем благочестия. Православная церковь. Но я иду туда, потому что там в моем понимании, ну там где-то, может быть в каком-то углу, там под иконой какой-то, Бог сидит. Спрятался. И я ему там свечку поставлю, и он видит. Но я не считаю, что там люди благочестивые. Вот понимаете. И вот когда человек, и он мне говорит, вот были бы там, вот попы бы не брали деньги. Ну там, допустим, крузаки свои отдали бы все там и прочее, и прочее. И ходили бы в рубище, в палки. Я когда в Кострому ездил, ехал священник в автобусе. Наверное, настоящий священник. Станы покруче ваших. Были у него ужас. Заплата на заплате, шуба вся там. Ну, в общем, настоящий священник. С бородой, крест, все как положено. А бодраный весь, наверное, такой и должен быть священник. Так вот, и он, приходя ко мне в дом, церковь, это наш дом, мы в нем живем, и мы члены этого тела. И он приходит и говорит, а я бы вот пришел к вам, если бы вот у вас, ну, не ели бы буйволятину. Вот, вот придите к татарам, да, и скажите, вот если вы не будете есть конину, я к вам приду. Что они скажут? Ну, они тебе, может быть, вышел за ворота, горло отрежут, или нож в боксунут. То есть, это запросто у них будет. Так и этот человек приходит и говорит, вы едите свинину, я к вам не пойду. Я пойду к тем христианам, где не едят свинину, которые мне скажут. То есть, он с меня уже требует обед, чтобы, это обед своего рода, правильно? Обед воздержания от чего-то, от конфет, от кофе, от чая, там, или прочее. Он мне ставит условия. Христос ему ставит условия, приди ко мне, возьми свой кресло и приди ко мне. Христос поставил, а он мне ставит условия. И ради этого человека, ну, я живя, работая, мне там нужна сила физическая, кайлом махать, или там куванны, или в тайге, там, золото добывать, она мне нужна. И соответствующее питание мне нужно. Ну, к примеру, о пище. Какой-то разговор. А я должен отказаться от этого. Ради того, что... А он пришел. Он точно так же пришел, повернулся. Ха, так у вас не только у вас и бороды короче, чем у мусульман. А этот вообще без бороды. Он что, евнок что ли у вас? И повернулся и ушел. А я-то этот обед взял, и мне его... А что Богу сказал, ты должен исполнить. И что мне теперь делать? То есть, все не буду. Аминь. Я, в первую очередь, не себе угождать, ты уже согласился с этим. И то, что ты хочешь, чтобы эти души познали Христа, неправильно сказал, что вот мусульмане, за них Христос не умирал. Умирал за всех, написано, за всех человеков в мире. Но эта жертва не принята ими. Он умер за всех, от Адама до Антихриста. До единого. Жертва достаточно миллиардов вселенных. Такая она велика. Ты сказал, что за мусульман не умирает. Теперь он приходит и мне это говорит. За мусульман, нет? А ты не ешь. Мне ни разу... Мне ни разу ни один мусульман не сказал, ты не ешь. Почему я не ел? Ни один адвентист мне этого не сказал. Я никогда не ждал, чтобы мне, как говорится, на хвост наступали. Еще беседовать только готовлюсь. Я уже заранее знаю, что этого нельзя. Я был у адвентистов. Вот с какого времени я перестал чай кокопе пить? Ну, допустим, 49 с половиной лет. Мне они не говорили ничего. Я вошел к ним и спросил. Там какая-то была простая женщина. Она говорит, а у нас не принято. А я давно уже хотел не пить. Мне не нравилось это. И когда они мне стали сдавать, я говорю, а вы как, с чаем пьете? Я говорю, нет. То есть вот этот шаг, который я дошел на кухню, я уже считаю, я уже с другим. По сегодняшний день. 49 с половиной лет. Никогда не ставил вопрос этот. А я дам ему обед. Обед, во-первых, никакого не надо давать. Вообще не надо давать. А я же хочу, чтобы все люди познали Христа. И я уже нарисовал себе. В первую очередь, не буду есть мясо, Павел сказал. Не буду пить вина. Все, я относился к этому со всей серьезностью. Павел сказал, и я рядом присоединился. Полностью, Павел. Не буду есть мясо никогда. И ему уже упрека не будет. Ради Христа. Я прочитал, я взял это из Нового Завета. И ко мне уже ни один ни разу не подошел с упреком. А я с ними сижу, у меня казахи. Одни казахи вокруг. Меня послали Жанатас, Жамбургской области. И что бы было, они сразу подошли. У нас такие разговоры были. Там чеченцы были, они все мусульмане. А ради его я буду, дам обед. Осторожно. Апостол Павел говорит, обрезывайтесь. Никакой пользы нет от Христа. И тут же обрезают. Для чего? Ради того, чтобы приняли. Болезнь наносит ученику своему. Тот соглашается. Удительное дело. Какой ученик-то послушный? Как Исаак взвалил, говорит, дрова и понес на себе. И спрашивает, а где баран? Да ты баран. Тебя заколит сейчас отец родной. И он ему ставит тут тазик, обрезает его, бинтует или еще делает там все. А мы говорим, правильно сделал? Да, правильно. И ради иудеев. Не ради спасения своего, не ради Тимопея, а ради иудеев, которым он идет. Почему? Он полукровка. Полукровка. Отец-то был елен. Видимо, мать сама не сумела это сделать. Это вести крови нам, чтобы сделали обрезание. Тут дело, ребята и братья, в том, ради чего. За него умер Христос. А он может быть, потенциально может быть каждый. А ты уверен? Да что мне уверять? Я тебе рассказываю не чужую биографию. В камере в этой я нахожусь полтора дня, вторая ночь. И на вторую ночь семь преступников уже стояли на коленях, стояли и молились. А я не оборачивался. И мне только утром сказали, а можно мы тоже встанем молиться? Далее я им даю Евангелие. Евангелие, которое не курит. И они встали и говорят, ночью все равно не спали, отец. А там куревая, это на первом месте стоит. Вот 8 человек нас здесь решили все. Я говорю, где табак? А мы в туалет спустили. Но уже через день они один по одному потянулись опять к табаку. Но потянулись только трое. А остальные пятеро остались. Так они где? А я ушел, меня уже по этапу сунули дальше. Но на душе у меня было легко, я за них стал молиться. А он теперь приходит через Даниила, поехал туда там, Сысоева. А Данил Сысоев знать не знает, что они получили основание у меня в камере. А там условия такие, что зажатый со всех сторон он ищет. И вот посадили сколько? 7 лет. Одного глаза нету. Нож вытащил. Она поросята охраняла, свиноферма-то. Ну и он воровать пришел. Он не ударил ничего, но угроза-то была на 7 лет. Я молюсь, новый кузнец. И он лежит, я за одним глазом смотрю, это торченок. И потом говорит, отец, а можно я вашему Богу буду верить? Вот и все. Много ли я ему там сказал? Можно ли? Можно. Я ему сразу о Христе говорю, вот где он? Я его тоже не знаю. Уже два дня прошло, меня оттуда выкинули из этой камеры. У меня уже там нету. Вот он, я стал говорить, обращается замдиректора Бийского завода. Обращается. Заметили, молимся. Нас сразу отселили, с второй этажа в подвал двоих. А нам как раз это и надо. Мы поем и молимся. Я ушел, а он пошел в другое место, уже понес. На торченку я обратно выхожу, мне по всей тюрьме говорят. Батюшка, это вы на торченку-то говорили? Да. Три года условно-то и кодали. Он стал вашему Богу молиться. А на них это очень сильно действует. Свобода это все. Это мне они говорят. Тут в тюрьме пошла такая молва, что вроде бы вы всех на свободу отпускаете. Можно я тоже? Вот. Когда Господь побуждает нас, смиряйся. Отказывайте. Это она более возвышается. Слава Ему. Они отпустили. Не было бы там ничего и не было. А у меня были какие-то там еда, что я пришел там сразу давай налево-направо его подкормить. На перегоне там один был, отца убил. Я вот к себе, а стражники хорошо относятся, а свирепый конвой Новосибирский самый злой. А ко мне они выводят, я ходатайствую за женщин. Их не ведут в туалет. Стоит она, ну мерзавец, отвернись, хоть дай оправиться-то. Я подошел, а я еще меня не завели. Я говорю, вы отверните от него. Так женщины с той камеры, ну в поезде-то едем, разделенные-то, как назвать там. Даже не знаю, клетушки-то разделенные, там не точно едут. И они, батюшка, ты здесь, здесь, напиши нам молитву. Я молчу. Охранник подходит. А почему вы не отвечаете? Я говорю, а ваш устав запрещает это делать. Я не хочу быть нарушителем. Вот как? Ну, надо написать им. Я говорю, так и бумаги нет. Он тут же пошел, охранник свирепого конвоя. Приносит бумагу, коронавирус, ручку. Пишите. Я только успеваю писать, а он сам разносит. А половина дня прошло, как я там нахожусь. Почему? В первую очередь молитва. За меня молились все до ООН. Вот представь. Я говорю, самый свирепый конвой новосибирский. Я говорю, а у меня они разносили. Как это может быть? Не знаю. Бог делает так. Когда пути человеку угодны Богу, Бог врагов примиряет с ним. Я рассказываю книгу Арсении. Это моя биография. Но когда смиряешься, на душе легко тебя вычисляют. Вот представь себе. Только завозят в тюрьму. И сразу получить там матрасы забрызганные, порванные. Меня сразу в сторону. Почему? А я еще не приехал в Кемерово. Уже сообщили. Везут священника. А там, который охраняет, это хозбанда называется. Он говорит, отойдите в сторону. Я думаю, куда же, что такое? Он отводит меня. У него запасные матрасы новенькие, которые никому не дают. Он приберег. Выбирайте любое. Все они одинаковые. Никто не спал. Просто не дают хрустящие. Новенькие. Только посадили меня, повели. А где бы вы хотели быть? Я говорю, там, где табака нет. Нет табака? Подождите. Да табак везде. А женщина одна ведет и говорит, да кого там-то? В камеры-то, в ШИЗО. Там нету никого. Один. Но там за наказание. Да кому сделаем? Там нормально будет. То есть там выдергивают. И ты на этой спешкой. Она хлопается, эта шконка. А тут не трогает ничего. Проходит маленькое время. Опять заходит. Ну как? Я говорю, тяжело дышать-то тут внизу. Тяжело дышать. Она так, ну-ка, швабру тащи. Швабру берет вот и через решетку там стекла. Бас, два стекла выбило. Ну как? А ветер идет. Все. Там расскажите что-нибудь. Я первый заступил, может, первые три часа. И уже работа пошла. Впереди тебя молва идет. А утром я уже переписываю молитвы. Уже говорят, где спрятать их. Начальник приходит. А то у вас тут, Поп, ко мне. Ко мне привезли. Что ты там писал? Я говорю, да молитвы. Да у меня на столе. Я опять написал. Две уже на столе лежат. Уже поймали. Ксивы эти. Дальше с ним разговор идет. Понимаешь? Это не то. Я ем, не ем. Тут разговора нет. Твой путь Богу угоден или нет? Ты можешь все знать, наизусть говорить. Но ничего не будет. Ты сдвинься с места. И скажи. Вот я. Раб слушает твой. Что тебе Господь угоден? Я рассказываю перед Богом моим. Это только там, где я был и как было. Когда бороду, представляете, бороду, как только вынесли, прыгал, все, бороду сразу снимает. Начальник тюрьмы, Александр Семенович, мне дает с бородой уехать. Но раз уже в лагерь, я осужденный, там никак нельзя с бородой, никак. Так, их проверяет. Я говорю, я не могу. По-другому нельзя. Они меня уговаривают. Да кто-то уговаривает. Кто с тобой будет? Александр Иванович Устинов. Он говорит, были где-то? Они диваном зажали. И под диваном рукой, там, где оторвут, где еще, бороду все равно сняли. И меня послали. Я говорю, у меня борода-то. Ну, бороду мы оставим вам. Ну, возьмете с собой. Простень принесли. Растелили. Политрук пришел. Стоят рядом. Ищищенец меня стрижет. Стрижет и меня Аллах не накажет, что я вам бороду-то стригу. Да ты не виноват, тебя заставили. Аллах. Он Аллаха, может, первый раз вспомнил здесь. Я бороду собрал, и у меня сейчас две бороды. Одна в ящичке лежит, другая здесь. А после появится статья в российской газете. Это называется президентская газета. Две бороды. Игнатия Лапкина. Ведь это все твоя биография. Почему? Ради Бога. Во-первых, она со страхом была. Такие люди были. И к тебе так относятся. А он спросил меня. Я ему ответил. Дальше я никому не навязываю. А дальше он меня вызывает и вызывает, беседуя с начальником тюрьмы. Я не знаю, чего. Я знаю, что в мере, в которой ты отдаешься для Господа, в такой мере и путь тебя Бог открывать будет. Ему слава. Слава Господу. Полтора прошло. Час прошло. С двенадцать мы начали. Пол первого. Пол первого? Да. Ну ладно, еще пусть они стих прочитают. Да еще. А сколько у нас? Полтора часа. Читают, брат. Третий стих. Еще один стих. Ибо и Христос не себе угождал. Но как написано. Злословия злословящих тебя пали на меня. Толкование. Апостол ставит. Третий стих. Но он не захотел этого. А приняв на себя страдания. Ибо новое. Ибо новое. Третий стих. Ибо новое. Третий стих. Третий стих. Это выехать и заехать. В одно место. И потом как подъехать. Из двух мест здесь грузиться. То есть невыполнимого ничего нет. А просто так поднять. Кажется. Лапки кверху. Поднимай. Ты лапки, лапки поднимай кверху. Да нет. Пока подождем. У нас все идет. Пока нормально. Мы нигде сроки не затянули. А как Богу угодно будет. Не знаем как. Перед кем смиряться. Перед Богом. Я вам прикидываю разные. От ночи подойдут. От там. Надо составить краткий разговорник. По испански. По португальски. По немецки. Английски. Французски. И хотя бы по шведски. Найду ли я таких людей в Москве. Я составляю на русском языке сейчас. Ну там найдут. В Москве легче, чем здесь найти. Дальше. А если вот так будет. А если вот так. А если не пустят. Я сейчас все данные по книгам. Уже привезли. Прямо привезли. Из типографии. Горноалтайска. Сейчас вот. Сколько стоящего. Кубакина у меня должна. Это дело сделать. Пройти. Мы со всех сторон. Все документы. Этот зачепировал собаку. Как это будет? Где ночью останавливаться? Никаких гостиниц у нас не будет. Мы не можем туда. Потому что у нас два шофера. Мы практически 4 часа остановились в этой дороге. Передохнули. И дальше опять в путь. Нелегкие эти будут. Мы уместимся за 40 дней. А виза дается на 30 дней и на 90. Но 90 дают они посложнее. Я бы на 30 так хватил. Но я опять сидел. Я вот столько вопросов. Я не знаю как. Я каждый день многократно представлю пред Богом. И ответа нет. Господь как бы показывает, что попадаются будут люди. Мысль такая у меня. И они тебя научат. Тебя это не узнать. Такие люди будут, которые знают. И видимо в Москве, в других местах, которые... В 14 году отменят визы. В 14 году отменят визы. Подождите год и как раз попадете. В 14 году отменят визы. Будет ли он в 14 год, то еще неизвестно. Не знаю. Не знаю. Поэтому мы в 13, мы хотели в 14 ехать. Я говорю, нет в 13 надо, иначе не успеем. Мы серьезно думаем попасть к Папе Римскому. Ничего не знает. Да не успеете, сменится он. Да уже сменится. Папа-то сменился уже только что. Ну еще сменится. Если Витя задержится, нам надо уезжать раньше. А Витю отправить оттуда тогда поездом. А самим остаться еще в сентябре, быть там. Ну предположим, Витя умер. Что, экзамен никто не примет, что ли? Примут, конечно. Ой, два человека всего там. Всего два человека, которые принят. Ну экзамены принять, конечно, в это время могла бы. Кто там у них? Елена, ну не знаю, как это возможно. Нам хочется, чтобы мы не разъезжались. Понимаете, это необычно. Настолько необычно. Представьте, я здесь зашел, где паспорта выдают. Визовый отдел какой-то там местный или как. Они только направление дают. Я говорю, вот с такими книгами как? Она так. Я такого не встречала. Опять звонит во все отделы. Так, пол второго дня дадим ответ. Я дал телефон. И она отвечает. Со всеми отделами проконсультировалась. Нигде никто не слыхал, что с таким грузом ехали. То есть мы идем по первопутку. Такого никто не делал. Но как? Я сейчас добиваюсь так, чтобы запрос был в библиотек. Это самый точный будет. Меня просит библиотека города Бонна берем. Или Цюриха. Мы туда как бы направляем путь. Мне нужно где больше всего русские люди. Диаспора. Где с кем встретиться. Греция те уже на два дня блокирует. Что? Вы обязательно же остатся. Будут собраны люди. Ясное дело, что я уже не уеду оттуда. Сумеют ли они в других местах. А может нас не пустят. Не упустят у нас. Широкий простор здесь. По России. Невелика потеря. Я не понял. Батюшка ты где? Батюшки здесь нету. А где он? Не знаешь? Нет. Не знаю. Он вчера ездил к Косте мой. Отвещать дом. Да? Ездил. И освятили. Но сегодня второй день освящения. Нет. Нет. Там не у Костя. Значит я говорил вам, что на этой неделе. Прошедшей. В четверг. Приезжал сюда Игорь Глушков. И я его записал ролик. Называется развод. Как разводилось. А какие причины этому были. И все уже выставлено. В ютубе. Кто? У меня на этом. Мейлруль на поле стоит. Глушков. Игорь Глушков. О семье. Как и что. И какие я ему даю наказы. А так уже все, да? Да. А мы не знали. А? Ну и что? Кто смотрел? Кто слушал? Все. Посмотрел. Ну еще. Хорошо. Так. Мама его подошла сегодня показывает. Во. Мама Игорева. Что я ему только одно. Она старается заглушить. На это не поддавайся. Заводи больше коров. Это твои дочери растут. Ты должен держать их по первому классу. Яна не будет. Это ее дело. Она оторвала от дома. Но это твои отростки. Ты должен, чтобы они не имели никакой нужды. Они так что разошлись. Я скинул и ничего не знаю. У нас знакомый такой есть. Деньги проигрывал в этой. Ну вот. Так это играет в интернете. Когда я вот здесь зажал. Вот здесь. Вот он еще и нобчина. Ну было один раз. А меня вчера вдруг присылали по интернету. Не один раз. А там около семи раз. А как? Он забыл выкинуть эти счета из кармана. Так это, говорит, случайно остались. Документы какого числа. Сколько он проиграл. Три тысячи и прочее. А детям нуль. Нормально? И все за мамкиной спиной. А мне спрашивают. Ну я еще не могу на это ответить. Я только могу сказать, что надо молиться и все. Они сами не хотят. Чтобы Господь пробудил совесть этого человека. Это твои дети. С тобой, не с тобой. Какая тебе разница-то? А тебя это не зажалится. Суд присудил туда. Ну а ты успокойся и корми теперь их. Корми до восемнадцати, до шестнадцати. Я не знаю до скольки. До восемнадцати. До семнадцати. Ну и тогда помогай. Когда будет восемнадцать. А если учится, да, пока не закончится. Если у тебя есть возможность, конечно. Но не проигрывай. Какой же ты христианин, когда играешь. Как Достоевский. Так она уехала? Поблагодарим Богу. Зовет. Да нет еще. Куда она уйдема? Там не выиграться никуда. Спасибо. 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 Боже, милостив будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю небесный, утешителю души истинной, иже везде сын, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прийди и вселись овны. И очистены от всяких скверных. И спаси блажа души наша. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресненного веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, и исцели немощи наше имени Твоего. Ради, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресненного веки веков, аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дождь нам днесь, и оставь нам грехи наши, як же мы оставляем дождиком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука в огонь. Ибо Твое есть старство, сила и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Слава Тебе наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Благодарю за день, когда даровал веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание Суда Божия. Благодарю за день, когда вручил мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов, как на истину, Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица Преснадева Мария, Матерь Христа Бога, нашего спаси нас с молитвами Твоими. Благодарю за услышанную молитву, что сохранила отпадение и сокрушение, предательство, измена, малодушие, уныние, отчаяние. И впредь не оставь Твоим попечением, покрой на самофором любви Твоей. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Добрый мой ангел, благодарю, сколько лет Ты хранил душу мою, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, Аллилуйя. И проведи душу мою по страшным и непонятным мытарствам, и веди ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян, креститель, претеща Христова, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жите в бедности, имея пропитание и одежду, быть довольным. К каждому дару жилье, и укрепи нас, чтобы не боялись ни царей, ни начальствующих, и не участвовали в бесплодных делах тьмы, но и обличали, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Аллилуйя. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мир лейтейский чудо-творец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас, благодарю за услышанную молитву о людях, о животных. Никола, чудо-творец, умоли Господа Бога помочь нам в издании книг и иметь все необходимое для этого путешествия и благовестия. Аллилуйя. Святые пророки, молите Бога о нас. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застав нас не готовыми, но вышли навстречу Тебе, жениху нашему, с горящими светильниками и сосудами, полными и лет добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховные Петр и Павел, святые евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Святые мученики и мученицы, молите Бога о нас, дабы никто не принял начертания зверя, укрепи детей, дару им меру твою святую. Укрепи буйствующих, непокоряющихся Тебе, Галина Екатерина Евгения. Пошли добрых насельников и расшири пределы церкви Твоей, замосты еретиков, и ничто преврати и разрушь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благослови патриарха, правителей, священников. Дабы все познали Тебя, как должно. Аллилуйя. Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоус и все святые, молите Бога о нас. Дабы нам не уклониться ни в какую ересь, в раскол, в самочине, но находиться в церкви Христовой. Аллилуйя. Святые жены и девы, молите Бога о нас. Святого Первого Мущества, Святого Самарина и Феврония. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам. И сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя. Прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Владыка неба и земли, услыши молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву, исполни о всех заповедавших нам молиться о них. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и ты слышишь, раб Твой. Говори, Господи, Владыка, слушай и ты слышишь, раб Твой.